Это не первая встреча общественников и жителей. В отношении недобросовестной управляющей компании уже ведется разбирательство и со стороны городской администрации. Скопилось множество жалоб на управляющую компанию «Квартал». И в принципе мы услышали, то есть совместно с жителями часть вопросов решаем. Очень большую помощь оказывает общественная палата. И принято решение, будем инициировать смену, администрация городского поселения будет инициировать смену управляющей компании. Соответственно с действующим законодательством будет объявлен конкурс открытый по выбору управляющей компании. Общественная палата в свою очередь подала коллективное обращение от жильцов в горжил инспекцию с просьбой разобраться в ситуации и полностью проверить деятельность компании «Квартал». Ситуация вопиющая в том, что условия для жизни в городе Одинцово в новом доме практически отсутствуют. Идут непомерные счета в платежных документах, завалены мусором подъезды, подъездные пути к подъездам, неблагоустроена территория. Я смотрю, что жители уже на грани. Поэтому мы, как общественная палата, возьмем под особый контроль именно эту ситуацию, так же, как было с управляющей компанией «Дубки», где ситуация более-менее разрешилась общими усилиями. Каждый месяц жители получают платежки от управляющей компании, оплачивают их в надежде, что она выполнит свои обязательства, но этого не происходит. Горы мусора на всей территории и даже в подъездах. Жильцы не могут подойти к почтовым ящикам, все завалено мусором. Управляющая компания игнорирует обращения и жалобы людей, ограничиваясь функциями по сбору коммунальных платежей. У нас не убираются этажи. То есть за все время, пока мы здесь живем, наш этаж обрался два раза. То есть за полгода мы платим регулярно за все выставленные счета. Два раза брали нам на этаже. Подъезд обирается тоже крайне редко. То есть сейчас вы видели, это как бы так, уже идеальное состояние, которого у нас в принципе не было никогда. У нас зимой были нечищенные дорожки. У нас просто снег, надо было машинами месить. У нас, вот если сейчас вы заметили, если нужно будет, допустим, машине выехать, это будет нереально, потому что у нас парковка просто отсутствует. 420 квартир и у нас только здесь максимум 25 машин может встать. У нас нет детской площадки, хотя детишек много, хотя нас мало, но детишки здесь тоже живут. Вот это все влияет на качество жизни и поэтому с этим нужно разбираться. На встрече администрация города совместно с общественной палатой решили взять ситуацию под особый контроль и принять все необходимые меры по ее исправлению. Люди должны жить в комфортных условиях.